Воспитание дошкольников по методике Марии Монтессори. Мария Монтессори – это особая личность, ее плохо слышно. Это у некоторых, в основном у многих слышно и написали плюсы. Так, идем дальше. В 20 веке четыре педагога были выбраны ЮНЕСКО как те, которые оставили особый след и сформировали современное мышление. Это Мария Монтессори, Антон Макаренко, что очень, конечно же, нам приятно. Йорг Кершенштейнер и Джон Дюи. Давайте посмотрим для начала, что же сделали эти люди и почему Мария Монтессори, единственная женщина, попала в этот список. При том, что сейчас в настоящее время 90%, если не больше, преподавателей – это именно женщины. Джон Дюи говорил, что ребенок является центром педагогической вселенной. И он выстраивал свою педагогику именно вокруг ребенка. То есть мы смотрим, как ребенок развивается и, следовательно, исходим из его личных потребностей. И наша цель – научить детей самоконтролю. Мы поэтому создаем ситуацию активных действий, в результате которого человек учится управлять сам собой, своими эмоциями, своими действиями. Антон Семенович Макаренко огромные значения придавал коллективу. И когда перед коллективом ставятся сложные цели, определенные сложности, конечно же, преодолимые сложности, то это сплачивает детей. При этом они научаются не только получать, но и отдавать. Понимаешь, что командная работа – это как раз работа в балансе. Когда я тебе помогаю, ты мне помогаешь. Это взаимодействие. И если, например, в команде, в коллективе кто-то делает плохо, то на него все косо смотрят, и сразу идут обратные реакции. И именно эта естественная коллективная реакция играет воспитательную роль. И при этом огромное значение придавалось и труду. Дети учились ремёслом, совместно делали какие-то вещи. Георг Кершенштейнер говорил о том, что существует особая память руки. И когда человек обучается какой-то профессиональной деятельности, то это и становится золотыми воротами в культуре человечества. Когда человек что-то делает, во время действий он видит какие-то препятствия. Вот это не получилось, это сложно. И он начинает думать, а что делать, чтобы получилось? И с другой стороны, когда цель стоит не прото это сделать, вот эта фраза дёшево-сердито здесь не проходит. Здесь должно быть идеально. И когда цель ставится сделать максимально хорошо, то человек начинает искать решение. Некоторые дети вначале делают чётко по инструкции, а именно здесь проявляются те нарушители правил, которые в дальнейшем и становятся новаторами. Если мы посмотрим, то вот эти четыре педагога, как раз те, которые были основными нарушителями правил, потому что в то время было обучение. Да, но наше время тоже не слишком отошло от этого времени, когда учитель говорит, а дети слушают. И если мы посмотрим, последние годы мы включаем уже вот эту педагогическую обучающую ситуацию. А ведь эти условия поставили в начале прошлого века вот эти гениальные педагоги. И Монте-Сори стоит особняком. Почему? Потому что она изначально врач. Она изначально врач, она не была педагогом. И получилось таким образом, что она ухватила тех детей, которые до школьного возраста, маленьких детей. А как получилось? Она родилась в Италии в семье учёных и была в университете, в котором она училась врачеванию. Она была единственной первой женщиной, которая его окончила с дипломом. На неё кровь очень косо смотрели, даже когда обучались, она заходила самая последняя. В морге все практически работы делались без неё. Она туда ходила одна, без каких-то помощников. И получилось так, что она помогала больным детям. И вдруг ощутила, какая в них нужда, что им нужда. Она и помогала с ними, занималась как психолог, как педиатр, как психолог. И во время её наблюдений вдруг обнаружилась очень интересная вещь. Эти дети после обучения давали такие же результаты, добивались таких же результатов, как и дети здоровые. То есть дети на нашем современном языке с ЗПР, задержкой психического развития, или с какими-то психологическими изъянами в развитии мозга, психики, оказалось, что они добиваются таких же успехов. И она задалась вопросом, так, может, в обычном образовании есть какой-то недостаток, как же там учат, что больные дети их догоняют и даже обгоняют. Вот именно тогда создалась определённая система. Личность Марии Монте-Сори немножко спорная, потому что там некоторые люди, которые пытаются высказать против неё, касается одной интересной биографической детали. Дело в том, что Марии Монте-Сори для того, чтобы заниматься наукой, у неё были романтические отношения с директором школы, в которой она работала, в которой они вместе создали, Монте-Сори. Но они договорились, что они не обвенчаются, не будут создавать официальную семью, потому что в то время в Италии было применено, если женщина вышла замуж, то она больше не работает. Она хотела работать. Работать именно в этом направлении, помогать детям. И когда у неё родился ребёнок, она не могла представить её как незаконно рожденного ребёнка, что женщина незамужняя вдруг имеет ребёнка. И они отдали его на воспитание в крестьянскую семью родственникам, отца ребёнка. Вот это считается спорным моментом, как эта женщина, которая занимается детьми, помогает другим детям, не помогала своему ребёнку. У них вот с Монте-Сори ещё была договорённость, что они не создал ни с кем другим семью, не только сами собой, то есть и сами не женятся, чтобы заниматься наукой. Но Монте-Сори нарушил это обещание, он женился. Тогда Мария ушла из этой школы. Спустя какое-то время она вернул себе и ребёнка. Пошла и забрала ребёнок. Ребёнок очень хорошо принял. И в дальнейшем, уже после, во взрослой жизни, её сын продолжал традиции, распространял традиции, те принципы, которые развивала Мария Монте-Сори. Но давайте посмотрим, с чего же она начала свою основную практику. А с наблюдений. Она, прежде чем вмешиваться во что-то, как учёный, человек, она наблюдала. И школы, которые основались по её принципу, сейчас во всём мире существуют. Одно из первых, это в Америке при Белом Дониме дочь президента Вудро Вильсона возглавила одну из школ в Монте-Сори. В Индии есть школы Монте-Сори, в России, во всём мире есть эти школы. И даже несколько лет назад двулетнего принца Джорджа, сына принца Уильяма, то есть внука принцессы Дианы, отправили именно в детский сад Монте-Сори. И отец тоже там посещал. То есть эти школы имеют особую ценность, потому что вряд ли королевская семья отдала бы, имея такие возможности своих детей, не в самую лучшую. Значит, методика Монте-Сори считается одной из лучших в мире по воспитанию малых детей. И вот когда Мария Монте-Сори наблюдала за детьми, что она обнаружила? Во-первых, у детей есть врождённое чувство порядка. То, что нам кажется, что дети разбрасывают игрушки, и на самом деле они разбрасывают, потому что не знают, что им делать, что с ними делать. Сейчас мы увидим в дальнейшем, как можно приучить детей к порядку. Второе, то, что дети жаждут знаний, поэтому они одинаковые вещи повторяют много раз, рассматривая с разных точек зрения, они изучают те предметы, которые им попадают в руки. Дети очень хорошо копируют действия взрослых, то есть они жаждут не только знаний, но и навыков. Дети познают в процессе действий. Так, друзья мои, мне вот очень интересно, где вы работаете, в каких учреждениях. И все ли у нас участники именно работают с детьми детсадовского возраста, дошкольного, или ещё, может быть, и ухватили школьный возраст. И методика Матуссори как раз считается для детей детского сада. Детский сад, библиотека, ага, отлично, детский дом. Вот для детского дома особенно это полезно. Школа, психолог. Отлично, друзья мои. И в своей, и бывает такое, что ребёнок настолько поглощён работой, что он ничего не замечает. Однажды она заметила такую девочку, которая увлечённо играла в свою игру, она занималась, она настолько была увлечена, что рядом дети прыгали, бегали, пели, она ничего не замечала, она специально Мария Матуссори устроила шум вокруг, начали вокруг неё танцевать. Она продолжала играть. Но Мария то тихонечко взяла за руки, подняла, она опять же была в игре. То есть, когда ребёнок находит своё занятие, он поглощается в него полностью. И смотрите, что получается, когда мы вдруг говорим, всё, закончили играть, пора заниматься другим делом. Да, у нас в расписании так записано, а что же получается, что из-за этого мы можем прервать тот природный процесс познания, который у ребёнка включился. Так, я вижу тут педагогов, работающих в СОВЗ, музыкального руководителя, так, детские сады. Ну, здорово, коллеги, здорово. И интересно. А теперь напишите, кто из вас использует в садике методику Монте-Сори? Вот в своих учреждениях, в своих практике используют. Звук очень слабый. Так, я сейчас попробую чуть-чуть, может, я поближе сяду или увеличить? Частично, частично. Даже то, что вы частично используете, уже хорошо. Я попробую чуть-чуть увеличить гром. Ага, так, кружок частично. Ага, здорово, друзья. Я надеюсь, вы узнаете некоторые вещи, которые вам поможут более объёмно использовать эти методики, потому что, как вы видели, даже королевские особы предпочитают эту методику. У детей есть чувство собственного достоинства. Это тоже очень важный момент. Потому что иногда нам кажется, ну, ребёнок есть ребёнок. А когда мы воспринимаем его как личность, это его вдохновляет и помогает, конечно, намного лучше раскрыть свои способности. Мария Монте-Сори, занимаясь детьми, вдруг обнаружила интересную вещь. Когда развивается сенсорик, а параллельно другие чувства, вдруг дети лучше обучаются. Она взяла на обычные картонки, вырезала буквы из наждачной бумаги и приклеила. И когда показывала детям буквы, она ещё и ручкой проводила по ним. То есть прибавлялись тактильные ощущения. И дети вдруг потом начинали самостоятельно эти буквы складывать в слоги и слова. Некоторые дети даже самостоятельно научились читать. И когда она создала свой первый детский сад, назывался «Дом для ребёнка», и куда приходили дети из бедных кварталов, все были удивлены результатами. Потому что эти дети начинали развиваться так, как будто бы с ними занимались самые дорогие репетиторы того времени. И она начала пробовать различные материалы для сенсорики. Особенно важны игры с водой. Что делает игра с водой? Во-первых, ребёнок чувствует воду, тёплую, холодную. Во-вторых, давайте посмотрим. И если берут бутылочку и наливают туда водичку, то ребёнок учится координировать свои действия и тонко вырабатывать всё это делать. Это же увеличивает и координацию, и терпение, и изучает свойства самой воды, и игры с природными материалами. То есть она заметила, что развитие сенсорики имеет огромное значение. И теперь, когда уже есть наши нейропсихологи пытаются работать с детьми, с ОВЗ или вообще с другими детьми, они особое внимание уделяют именно этому чувству развития сенсорных чувств, вкусовых, тактильных, телесных, ну, чтобы больше было вот этих ощущений. И вот как приучить ребёнка к порядку. Например, они говорили, если ты, учитель говорит ребёнку, если ты поставишь вещь на место, то его будет удобно доставать и тебе, и другим. Смотрите, что получается. И другим. Забота о других. И тебе, во-первых, забота о себе, и другим. Мы дальше посмотрим, потому что среда здесь имеет огромное воспитывающее значение. Никто из предыдущих специалистов, педагогов, их тех четырёх, которых я сказала, не обращали такого внимания на обучающую среду, на комнаты. Если мы посмотрим, смотрите, во-первых, идею о том, что столы и стулья должны соответствовать росту ребёнка, это было первым условием, одним из первейших, чтобы ребёнку было удобно. И смотрим, что же получается, какие особые требования к среде. Во-первых, это должно быть просторное помещение, когда на одного человека ребёнка в группе не менее 5-6 квадратных метров. В идеале, когда освещение большое, естественно, натуральное, это большие, по возможности, панорамные окна, если есть возможность проводить занятия или часть занятий на свежем воздухе, то выходят на природу. И самое интересное, что вот мы по стандартам у нас, детей надо беречь от розеток и так далее. И даже есть эти выключатели, когда ты пытаешься туда в розетку засунуть, засунуть, никак не можешь засунуть этот переключатель, потому что там защита для детей или от детей, но мучаются взрослые. Что получается? Вот эти все выключатели должны быть на доступной высоте и света, и электричества. Дети этому учатся. И в зоне упражнений и практических навыков именно устанавливаются розетки, где они этому тренируются и понимают, что это. Ковры на полу нежелательны. Если мы видели, они только островками, может в тех местах, где дети работают. Лучше предпочтение деревянным и керамическим покрытием. Почему? Потому что они не аллергены и лучше чистятся. И среда должна быть развивающей, поэтому должен быть свободный доступ к воде, чтобы тут же и пользоваться водой, и руки мыть. Туалет должен быть оборудован в соответствии с ростом. Вот те стандарты Роспотребнадзора, которые у нас сейчас имеются, мы видим, это то, что было представлено вот Марии Монте-Сори еще сто лет назад. И, допустим, можно использовать специальные подставки. В комнате должно быть много живых растений, и нужно, чтобы не воспитатель, а именно дети ухаживали за этими растениями, разговаривали с ними, поливали, наблюдали, как они растут. Что это делает? Во-первых, люди, дети видят, вот как растение растет, как оно меняется. Вот раньше было так, теперь стало так. Во-вторых, и это комфортная среда и единение с природой. Мебель не ставится вплотную, а не должно быть обязательно расстояние, дети могут свободно двигаться, и есть несколько зон. Интересный момент, что все материалы, включая книги, должны быть в единственном экземпляре. Второй коробки не должно быть. Не то, что если поссорился, чтобы не ссорились пути один к этому, один к другому. Нет, благодаря этому они начинают договариваться. Давай вместе поиграем. Ну, ладно, я сейчас займусь другим, а потом мы обменяемся. У вас строгий запрет на любые растения. Ну, сейчас с аллергиями есть эти запреты. Но, если у детей, у которых нет аллергии, наверняка дома есть такие растения, и желательно, чтобы родители хоть как-то делали. Очень жалко, вот, когда появляются вот строгие такие правила, потому что есть много растений, которые не так аллергенные, и за ними можно ухаживать. Идем дальше. Вот этот момент, что любая игрушка, игра должна быть в единственном экземпляре. И это влияет, чтобы были социальные навыки. Ребенок учится договариваться, он учится ждать, он учится в это время занять себя чем-то другим. А ведь было испытание, когда детей, помните, есть такой опыт с мармеладками, когда психолог или воспитатель сказал, дети, вот у меня мармеладки, всем не хватит, если вы хотите, я сейчас отдам по одному, но вот те, которые дождутся, тем я дам по две штуки. и дети, которые дождались по две штуки, они себя чем-то занимали. В итоге, когда уже были сделаны более длительные исследования, оказалось, что после больших успехов даже в жизни даже именно те дети, которые могли отложить удовольствие, которые могли ждать. и получается, вот здесь именно этот навык воспитывается, который в жизни очень полезен. Ждать не вот скорого решения, а потом, я не в это время займу себя чем-то, потом уже сделаю. И развивающая среда разделена в методике Монте-Сори на пять зон. Это очень интересные зоны. зона для упражнения практической жизни, дальше работа с сенсорными материалами, зона родного языка, зона математики, зона формирования представлений об окружающем мире. Ну что ж, мы сейчас посмотрим вот эти зоны. Конечно же, когда мы рассматриваем эти зоны, это требует особых финансовых вложений, особых предметов. Ну, мы с этим тоже познакомимся. Что позволяет эта зона? Вот тут на картинке маленькая девочка чистит обувь. Она занята практической деятельностью. А другой, который может тоже этим заняться, он ждет и смотрит, он наблюдает. А ведь когда наблюдают, это тоже обучение, это тоже интересный момент. Он начинает заменим начать какие-то вещи, когда он возьмет, возможно, он сделает что-то еще чуть-чуть по-другому. Начнет с другого конца. Что нам дает вот эта зона? Цель, в чем задача этой практической зоны? Это адаптация к реальной жизни социума. И важно, чтобы там были предметы не бутафорские, а из обычной жизни. То, что дома родители используют. Здесь формируются бытовые навыки самообслуживания, социализации. Здесь идет развитие координации мелкой моторики, потому что они занимаются... А, Евграфа Наталья, а что есть изображение картинок? Но если вы смотрите, то здесь у нас на слайде вот маленькая картинка. Если не видно, то не проблема, вы потом скачаете презентацию и в презентации отдельно увидите все эти картинки и подробное описание. Так что не беспокойтесь, если не очень хорошо слышно. Не очень хорошо, то есть видно. Развитие самоконтроля и способности концентрации на определенной задаче. И вот здесь интересный момент. Знаете, какой интересный момент? Когда ребенок увлечен чем-то, задача воспитателя, учителя не замечать больше этого ребенка. потому что своим вниманием, поощрением, поощряющим словам или еще каким-то действием он может нарушить вот эту концентрацию ребенка. Поэтому как только ребенок сконцентрировался на чем-то, воспитатель становится незаметным, невидимым. Его задача сделать так, чтобы дети научились концентрироваться на своих занятиях, заданиях. И когда в комнате несколько детей и много несколько зон, то дети спокойно могут и одни работать, и в команде с кем-то, и сосредотачиваться именно на том процессе, который им же и нравится. Потому что дети сами выбирают те предметы, которые хотят. Конечно, вначале педагог презентует, что является чем, как его можно использовать. И это специальная даже есть специальная техника презентации вот этого дидактического материала. И это помогает формированию понятия последовательности причинно-следственных действий. Вот было так, сделал что-то, получилось то-то. он сам действующее лицо и видит, как он меняет окружающую среду. Развиваются волевые качества и формируется чувство порядка. Был такой случай насчет чувства порядка. В каком-то одном учреждении сделали полку. Полка оказалась тоненькой, казалась неудобной. Когда ставили туда, в первый раз эти игрушки падали и подумали, что надо бы полку поменять. через два дня, когда уже мастер пришел, должен был прийти мастер, чтобы поменять эту полку, они вдруг заметили, что дети приноровились к этой полке, они уже осторожнее ставят, уже ничего не падает, и они перестали это делать. То есть, если возникают какие-то сложности, дети пристраиваются к этой среде и начинают там же работать, даже если это высоко, они подтягивались или ставили под ноги, подставку, чтобы подняться и аккуратно поставить вещь на место. То есть, получается, что наша задача верить в естественную природу детей, наблюдать за ними, после этого, конечно, они же пункт уже не поменяли, потому что оказалось, вот это неудобство стало воспитательным и развивающим элементом для этой группы. Следующая зона, это зона сенсорного развития. Здесь задача изучения размеров, что больше, что меньше, развлечения цветов, тактильного восприятия, пальчиками трогать разные шероховатые таблички, ткани, мешочки, зерном, с горохом, можно в закрытую их трогать и попытаться понять, что там, а можно в закрытую просто засунуть руки в мешочек и почувствовать, а что там, а как это, острые уголки, ну представьте, например, гречка, она имеет острые уголочки, совершенно другие ощущения дают манная крупа или фасоль, вот эти ощущения, а что если там внутри вата, что если руку засунуть в воду, пожалуйста, вам и тактильные ощущения. Формирование слуха, для этого есть целые музыкальные наборы из самых простейших инструментов, это даже можно взять крышку от кастрюльки и постучать, можно в стаканчик залить воды и тихонечко хрустальный стаканчик, конечно, осторожно с хрусталью, чтобы не разбилось, поэтому предпочтительные металлические, деревянные, самые простые вещи, которые звучат. И смотрите, обратите внимание, вот предпочитает все-таки методики Монте-Сори делать натуральные предметы, не пластиковые, сейчас пластиковых очень много, много включают, но все-таки те люди, которые, а, Карла Орфа, да, прекрасно, вот для музыкальных развития, формирования слуха, Ольга Николаевна использует набор Карла Орфа, он потрясающий, как раз так и помогает. Дальше, формирование стереогностики, это ощущение, изучение объемных фигур, это геометрические тела, когда можно смотреть с разных сторон, потрогать, цилиндры там, пирамидки, разные вещи. Развитие, обоняние вкуса. Тут используются вкусовые баночки, набор запахов, различными запахами, конечно, надо немножко осторожнее, если у ребенка есть аллергическая реакция, то здесь тоже с осторожностью. Дальше, но с другой стороны, давайте посмотрим, что такое аллергия. Аллергия, когда организм, представляющий, что вот эта вещь является опасной и вырабатывает вещества, защищая организм от этой воздействующей среды. И иногда перебарщивает с этим, и мы получаем аллергическую реакцию. Но известно, что все аллергические реакции можно лечить. Оказывается, это психосоматика. Психологи очень хорошо с этим справляются. со многими аллергическими реакциями. И получается, что некоторые вещи, когда ребенок уже с интересом смотрит, его мозг настроен по-другому, он не воспринимает это как опасность. Может быть, и помогают. Не утверждают, но предполагают, друзья мои. Дальше, формирование барического чувства, ощущение веса. Вот это тяжело, это легко. То есть, мы не просто говорим, а прямо, вот когда сказали, взяли, а давай посмотрим, что это тяжело, какой из них тяжелее, какое легче. восприятие тепловых ощущений. Это бутылочки с холодной и горячей водой, которые можно чередовать. И мы видим, что развивается вот эта сенсорика. У меня знакомый психолог-дефектолог говорит, когда я работаю здесь в МЕСОВЗ, то только подготовка к одному занятию у меня занимает около двух часов. Она набирает разные вот эти сенсорные материалы дидактические, которые ребенок может пробовать, трогать, почувствовать. И благодаря этому эти дети возвращаются, развиваются и доходят до нормального состояния, когда они учатся, также воспринимают новую учебную информацию, как и дети вполне здоровые и нормальные. Так, рекомендую приобрести метафолофон с разными трубками, супертренинг для развития слуха параллельно восприятием цвета. А, с разноцветными трубками. Да, эти метафолофоны, они прекрасны. И ксилофоны тоже имеют, но ксилофоны, если покрашенные, если не покрашенные, тоже можно отдельно брать. Математическая зона. Здесь имеются штанги, цепочки, бусины, когда можно считать количество бусинок, таблицы сложения, вычитания, уже в зависимости от возраста, деления, мы предлагаем постепенно. Вот в этой зоне есть геометрический комод, игра с марками, доска сегена, многое другое. Вот доски сегена, что такое? Вот эти игрушки, которые мы видим вот на картинках, дощечка, вырезана фигурка, ее надо поместить на место. Это и есть доски сегена. То есть вот подобрать, какая игрушка здесь подходит, какая фигура, взять и поставить ее туда. Вот от этого и постепенно идет развитие зоны языковых навыков. Во-первых, детям надо разговаривать, поэтому ставим карточки с рисунками и понятиями. Это помогает расширить словарный запас. Мы развиваемся фономатическим слухом, благодаря музыкальным играм. То есть, когда мы занимаемся музыкой, вот этими штуками, они начинают чувствовать звуки лучше. Рамки, вкладыши для обведения фигур, заштриховки, тренировки кисти к будущему письму. Что это получается? Различные трафареты, рамки дети берут и внутри него ручкой красят. Когда они ручкой или карандашиком красят, они чувствуют границы. Вначале это обычно, они достали и видели, красивая картинка получилась. Обводят по краешку разные трафареты. Это тоже очень помогает постепенно натренировать руку. Наборы букв, выразенных из разноцветной бумаги с разной текстурой. Смотрите, разные текстуры. То есть, мы включаем и визуальное восприятие буквы и еще включаем туда еще и тактильное. То есть, мы букву слышим, это аудиальное восприятие, мы букву трогаем, это тактильное, и глазами видим другой трафарет. И получаем мы три канала восприятия новой информации. Липпл это помогает, конечно, и карточки со словами, подвижный алфавит, кубики с написанными буквами, словами, которые можно собрать в слова. Вот это зона языковых навыков. И пятая зона, это зона формирования представления об окружающем мире, ее еще и называют космическая зона. Она появилась самой последней. Здесь что может быть? Энциклопедия, справочные материалы, когда можно открыть, посмотреть, картинки, дети уже постарше могут и читать. Дальше карты, глобусы, календари, маркеры солнечной, макеты солнечной системы с животными растениями. То есть все, что показывает наш окружающий мир. И, конечно же, материалы для практических научных опытов, потому что дети должны это пробовать сами. Так, эффективны карточки с английскими словами, французским практически не изменяются. Но с русскими словами сыграет отрицательную роль, если уже известно, потому что у нас поддержана система споряжений. Ну, интересное мнение, Екатерина Игоревна, эффективны карточки. А почему? Наверное, сложность проявляется в тот момент, когда мы пытаемся писать, а когда разговаривают дети намного легче, я думаю, могут сказать это. Может быть, не формируется навык изменения слов. А, ну, так это зависит еще и от задачи. Вот можно взять слово, а потом вот карточку слова сказали, а потом что можно с этим словом делать. И в таком случае можно карточки с корнями слов взять и добавить туда суффиксы окончания и видоизменить слово. Но, конечно, это уже немножко самодельная работа. Я думаю, можно решить вот таким образом. То есть корневая, там приставки, суффиксы окончания приставить, и мы вдруг заветим, что есть постоянные суффиксы. Эти суффиксы тоже могут быть карточками и развивать вот таким образом. Например, календарь, календарик. Мы замечаем, что мягкий знак можно убрать и прибавить что-то другое. Давайте посмотрим, какие вот эти материалы, о которых мы рассказывали. Если вы зайдете в магазин Монте-Сори, есть специальные такие магазины, то можно все эти предметы купить. Вы видите, шары разноцветные, сенсорные кубики, это сейчас в наше время есть лего, но даже при наличии лего, эти простейшие фигуры очень удобно, что их можно менять. Вот здесь фигурки, мы видим, что их засовывают вопрос, координации взять и поставить туда. Можно смешать эти все фигурки, ребенок должен подбирать то, которое соответствует. здесь измеряется вес, легко, тяжело, большой, маленький. Вот, у нас есть такой набор, здорово. А вот справа набор с обычными камнями, домино, похоже на это, из них можно выстраивать совершенно разные фигурки, а тут выстроили лучики солнца. Насколько это красиво, интересно, и это иногда занимает, как можно чередовать, какие еще картины можно из этого построить, нарисовать. Вот музыкальный набор и тактильный набор. Если мы видим, то здесь вот зигзаг, там крошка, там прямые линии. Очень интересно трогать в открытую, а потом попытаться в закрытую и попробовать, что это, как там было. И развивается сенсорное восприятие. Вот настенные панели и безюборды. Если мы посмотрим здесь, что получается, то есть ребенок может фигурку провести по этим неровным поверхностям, считать. Здесь есть как раз розетки. Самое интересное, в этих розетках есть электричество не сильное. Ребенок пробует, он понимает, что током ударило. Вот чуть-чуть ударило, и они понимают. Поэтому сейчас в Японии, когда строят дома, внизу на уровне досягаемости ребенка, ставят специальную детскую розетку, которую он может засунуть пальцами, засунуть что-то и почувствовать электричество чуть-чуть, которое дает сенсорные ощущения, но не вредит здоровью. Ребенок понимает, что туда засовывать, что попало, нельзя. Так, читаю ваше сообщение. Оксана Викторовна пишет, металлофоны только с металлическими пластинками, звучащие соответственно клавишем, фортепиано, треугольники профессиональные, маракасы, деревьяны, избегаем пластиковых шумовых инструментов, верно, из-за неестественного звука. Беда, что нет зон, нет мебели в соответствии с возрастом детей. Дыши дети от 5 до 18 лет. О, здорово, такое широкое распределение возраста. Но постепенно, возможно, постепенно, если есть пространство, то это пространство можно обустроить. Скорее всего, вот дети до 7 лет одно пространство, от 7 до 12 лет другое пространство и дальше тоже другое, потому что вряд ли им будет интересно. И не то, что интересно, интересно-то будет общение с детьми, когда взрослые обучают младшим, но развитие взрослых уже будет чуть-чуть приостановлено. Тем более, если взять столы и стулья для маленьких детей, для больших уже не очень. Рамки, мантесори, да. Итак, а теперь перейдем от среды к тому, кто хозяйничает в этой среде, это педагог Мантесори, это, конечно, специальные обученные, специалисты, педагоги. И как рекомендует Мария Мантесори, с чего начать? Вот, когда учитель только ходит в эту свою комнату, в свое пространство, она становится опекуном и хранителем окружающей среды, как хозяйка в доме. Она убирает, чистит, расставляет все по колкам. Она знает, где, что стоит и что, для чего можно использовать. Уже после того, как она это все знает, она, во-первых, перед детьми, она заботится, она ставит все на место. А потом задача увлечь ребенка, взять какую-то вещь с этой полки, сделать с ней какую-то манипуляцию, которая ребенка заинтересует, дети заинтересуются. И третий этап, когда ребенок настолько заинтересовался, что он все, уже захватил его внимание, он занимается этим. И здесь именно задача педагога не вмешиваться. Он только издали незаметно наблюдает, что происходит вокруг. Ребенок сам проникает туда, к ней начинает исследовать. И вот когда исследование ребенка закончилось, он уже не знает, что делать, он идет или меняется эту вещь, или в следующий раз можно ему показать еще что-то другое. Но процесс учитель не вмешивается только в тот момент, когда ребенок просит его совета. Итак, есть определенные принципы, которые педагоги Монте-Сори сохраняют, защищают. Это первое, свобода выбора, дать возможность ребенку самостоятельно выбрать деятельность. То есть вначале она показывает вот этот предмет, если ребенок не захотел, то не навязывается. Второй, третий, и из них дети выбирают сами чего хотят, с чем хотят поиграть. Ребенок начинает благодаря этому прислушиваться к себе. А что я хочу? Если мы смотрим это в жизни, сейчас у многих людей есть проблема внутренняя, проблема депрессии, она состоит из чего? Из-за того, что мы сами часто не знаем чего хотим, потому что школьное обучение, жизнь наша состояла в том, что нам надо, надо, мы должны, мы обязаны, а на что хочу не оставалось ни времени, и даже этому не придавалось значения. А здесь ребенок легко выбирает, и он начинает прислушиваться, и взрослый человек, который начинает прислушиваться к себе, он удовлетворяет свои потребности, от этого он становится счастливее, передает солнце другим, свою теплоту другим. Иначе это человек, например, почему существует такой комплекс отличников? Потому что дети отличники это те, которые пытались заслужить чужое одобрение, и в большинстве своем, не все в большинстве своем потеряли вот это чувство прислушиваться к себе. Они делали все потому что надо, потому что должны и обязаны, они это хорошо делали. А что, в чем их жизненная потребность, а в чем цель их жизненная, они даже не знают, потому что разучились прислушиваться к себе. А изначально каждый ребенок это может делать, если мы не помешаем ему. Это помогает детям сделать выбор вообще по жизни. Вот много игрушек, он смотрит, 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 а вот я это хочу. Бывает, вы заходите в магазин и закладываете все, все, много, а потом смотрите, ой, это слишком много, или не можете выбрать из чего. А вот это как раз помогает детям сделать выбор. Он сейчас занимается только этим. Не может же он одновременно играть пятью игрушками, пяти разными наборами. Он выбирает одно деятельность. Учится регулировать свою собственную психическую активность, самостоятельно определять моменты деятельности. Он вот как только устал, все, перестает, отдает на место, и может быть другой ребенок возьмет эту игру, вот эту социализацию, да, свобода выбора формирует еще и инициативность. Он сам приходит и берет то, что берет, а потом его задача после того, как он закончил, убрать и поставить на место. И вот здесь как раз и получается и ответственность чувства ответственности и забота о других. Вот это важный момент. Следующий принцип педагогии это наличие специального комплекта дидактического материала. Вот все эти вещи, которые я рассказала, они должны быть под рукой. Почему? Именно благодаря им мы добиваемся всестороннего развития максимальной эффективности и взаимопроникающая логика из одного в другое. Марина Михайловна, может быть время заканчивается ваше, но я еще продолжу минут 15, и вы в дальнейшем можете посмотреть в записи, вам будет предоставлена ссылка, через 2-3 дня будет на ютубе, и вы досмотрите до конца. Так что я еще минут 15 проговорю другим. Следующий контроль ошибок. В Монте-Соре материалы сделаны так, чтобы ребенок сам увидел свою ошибку и исправил ее без помощи взрослого. Друзья мои, это очень важно, без помощи взрослого, потому что все полки в доступе. Он сделал что-то не так, он исправил. Все эти игрушки, они настолько компонуются друг с другом, каждый набор внутри он компонуется. Он сделал, поставил фигурку не так, он поменял, сделал по-другому, еще раз повторил. И идет прекрасная работа над ошибками. Формируется адекватная самооценка, он сделал, посмотрел, увидел результат, ему понравилось, не понравилось, он поменял. И при этом идет поисковая активность, он ищет, что же можно сделать. Идет развитие аналитических функций, мыслительное действие, когда он обнаруживает свою ошибку и исправляет. То есть если вдруг ребенок начнет плакать или обижаться, что не получается, да, а что не получилось, вот тогда может подойти учитель, и а что не понравилось, а как это можно сделать, достаточно задать вопрос, и ребенок находит ответ. То есть здесь даже не надо ребенку давать готовые ответы, он сам найдет. Вот если не найдет, может, какую-то подсказку, и вот это и есть умение работать над ошибками. Следующее, то, что Монтесори педагог проходит специальную подготовку, потому что каждый материал имеет свою презентацию. То, как представляется это ребенку, и когда ребенок видит, вот это должно его заинтересовать. Поэтому именно во время подготовки Монтесори педагога обучают этим материалам и постепенно раскрывают возможности этого. Максимально быстро помогает, максимально быстро эффективно усвоить задачи этого дидактического материала и поэтапно освоение материала. Дальше развивается память ребенка и умение работать по образцу. То есть учитель может взять из них сделать что-то и оставить. А потом дети берут и то же самое повторяют. Развивается логика, когда каждое последующее действие не может состояться без предыдущего. То есть они сделали один процесс, а в следующий раз процесс усложнился, но уже на основании предыдущего. И вот поэтапное развитие очень важно. Почему? У меня был такой опыт. Были у меня вокалисты, я преподаватель самого вокала, у меня очень хорошие дети были. И в другом месте, когда пришли маленькие дети, я сказала, почему? Давайте сразу вот так сделаем. И знаете, что было? Когда я пропустила один маленький этап, вот эти дети не смогли развиваться так, как надо. У них развития не было, я работала год с ними, результатов никаких. То есть не было тех масштабных результатов. Я начала исследовать, а что же было, почему же это так? Я переоценила их возможности и в самом начале пропустила один маленький, одно маленькое звено. И вот после того, как я с ними проработал это маленькое звено какое-то, у них развитие пошло значительно больше. То есть вот это поэтапное развитие, оно необходимо, оно просто необходимо. И есть определенные правила в работе, при работе в Монтесори среди, это убери за собой. Определенные работы на ковриках, да, общее пространство у нас лучше деревянное и керамическое, а на отдельных ковриках идет работа. По классу передвигаемся тихо, чтобы никому не мешать. И, конечно же, твоя забота заканчивается там, где начинается свобода другого. Что это дает? В первых, дети учатся к порядку, то, о чем сейчас многие мамы и учителя жалуются, почему у нас нет порядка, почему дети сорят вокруг. это учит организовывать свое рабочее место. А ни в комнате тоже у себя вот это не надо сейчас, перестал заниматься, убрал. А знаете, сколько это экономит психической энергии, когда убираются лишние вещи со стола. И психическая энергия и дело происходит быстрее, потому что нет отвлекающих элементов. То есть, если мы учим тайм-менеджменту, например, вот это составное число, убрать лишние отвлекающие элементы с рабочего пространства. А это закладывает уже в детсадовском возрасте, друзья мои, умение нести ответственность за собственный выбор, потребность завершения действий, когда ребенку незаконченное дело доставляет дискомфорт. Он начинает делать, а ведь у нас многие люди не достигают цели, знаете как, они не достигают за пять минут. Звонок прозведнел, время закончилось, все, пошли заниматься другим делом, и у него остались недоделанные дела. А здесь никто не прерывает ребенка, пока он не сочтет, что он закончил. Если он не закончил, он отходит, потом думает, возвращается, опять делает. Это развитие социально-адаптивных навыков. Друзья мои, я скоро уже закончу, вижу, некоторые уже бегут на работу, но вы посмотрите в записи. Разная возрастность. Очень важно, чтобы в группе были дети разных возрастов. Почему? Потому что одни заботятся о других. И часто не учитель учит чему-то, а дети. У меня, например, и старший племянник, младший, у меня семь лет разницы, когда мне что-то надо сказать младшему, я вижу, что я далека от него. Я говорю, Давидка, объясни Ромке, как это можно сделать. Он рассказывает, вот он старший брат, больший авторитет, нежели если это я расскажу, он сразу же начинает это включаться. Потому что, ну да, не потому, что у меня меньше авторитета, вопрос в другом. То, что я слишком далеко по возрасту нахожусь. А он находит такие слова, к тому же он пример, вот до него надо дотянуться. Старшие дети это планка, пример, вот ступенька, вот до него дотянуться. До меня еще далеко, он не представляет. А вот ребенок на год, на два старше, они тянутся. Плюс старшие приобретают лидерские качества, научаются заботиться о других. Они удовлетворяют чувство своей значимости и сформируется чувство ответственности. То есть это полезно и для старших, и для младших. И дети всегда активные участники процесса, не то, что учитель искали зал, а дети сделали. А дети сами говорят. У них развивается ответственность, самостоятельность. Не делай за ребенка то, что он может сделать сам. Вот это главный принцип. Потому что основной принцип обучения Монте-Сори это помоги мне это сделать самому. И помощь взрослого должна быть минимальной. взрослой в основном наблюдатель. Это позволяет детям приобрести уверенность в собственных телах. У них набирается опыт внутренней победы, преодоления, самостоятельность, решительность, более интенсивное овладение навыков, потому что они сразу это делают. Они видят и формирование адекватной самооценки. Они понимают, что они могут делать, что они не могут, над чем следует поработать, еще какую фигурку сделать, что убрать, что доделать. И удовлетворяют свои потребности во взрослении. Друзья мои, и важный момент отсутствие оценок взрослого. Мы любим говорить ой, молодец, нам даже кажется. Так, скажите, пожалуйста, обязательно не имейте образование для того, чтобы вести платный кружок с элементами педагогики. наверное, все-таки обязательно обучаться или очень хорошо получить консультацию опытного специалиста, потому что вы упустите какие-то моменты, все-таки обучаться надо, потому что самоочкой вряд ли. есть некоторые вещи, которые в книгах как бы не записывали, это не видно. Надо видеть эту работу на самом деле. И когда обучают, рассказывают все-таки внутреннюю анатомию, внутреннюю кухню, и вы лучше будете понимать, и, конечно же, делиться опытом. Поэтому, если у вас платный кружок, тем более платный, вы можете заработать на то, чтобы пойти и пройти вот такое профессиональное обучение. и отсутствие оценок взрослого. Мы же привыкли говорить, молодец, или вот у тебя плохо, вот это недостаточно. Нет. Мы не даем никаких оценок постоянных. Тебе понравилось, хорошо получилось на этот раз. Не то, что ты умный, ты хороший. Проявлять свое отношение через собственное чувство. Мне понравилось. Не ты хороший, а мне понравилось. Какая интересная фигура. Что такого, можно задавать вопросы даже ребенку. А что тебе понравилось, что тебе было легко, что тебе было сложно. И тогда ребенок сам оценивает себя, у него восстанавливается уверенность в себе, развивается. И он работает с материалами только потому, что ему по-настоящему это интересно, а не из-за страха, наказания и желания получить позитивную оценку. Вот комплекс отличника, помните, что отличник делает то, чтобы получить позитивную оценку. а если ему говорят, что тебя плохо, так это вгоняет в депрессию, а тут человек уже сам себя может оценить и ему абсолютно все равно, как оценили другие, хорошо или плохо. Он адекватно себя оценивает. И важный такой момент отсутствие соревновательного мотива. Хотя недавно, когда я изучала гендерное развитие детей, казалось, что мальчики любят соревноваться, но давайте это уже сделаем в школьном возрасте. А в детсадовском возрасте не нужно соревновательного мотива, потому что это формирует позитивную самооценку, самодостаточность, уверенность в себе. И одно из стимулирующих к развитию может быть я вчера и сегодня, а не я с другими. Вот смотри, сегодня у тебя лучше получилось. И вот вдруг он понимает, а что ты сделал? А я это сделал, а вот это добавил. И он начинает понимать, что он развивается, он приучается каждый раз. То, что вчера было недостаточно хорошо, стало сегодня лучше. Значит, в жизни, если он встретит сложный какой-то вопрос, он знает, как сделать, чтобы было лучше. И в завершении давайте констатируем весь принцип, весь принцип Мария Монтесори, вот все эти прибамбасы, игрушки, вся эта методика заключается в простой фразе «помоги мне сделать это самому». Как говорит Людмила Петрановского, задача родителей и учителя тоже, наверное, сделать так, чтобы они были не нужны ребенку. То есть, чтобы ребенок научился сам справляться со всеми своими жизненными вопросами. Вот, друзья мои, на этом я сегодня заканчиваю. Очень надеюсь, что вам было полезно. Вот я вижу ваши благодарности. Большое спасибо, мне это очень вдохновляет. Сама методика Марии Монтесори тоже очень мне близка. Даже в узких кругах говорят, что в создании этой методики ей помогали махатмы. Это те люди в сущности высокоразвитые, высокодуховные, от которых получали информацию Рерихи, Гурджиев, Балавацкая. То есть, система эта имеет в себе космическое значение. И если вы ближе познакомитесь, то вы увидите, что там огромное значение придается именно духовности. Духовности общения со своим духом, с интуицией, развитию, может быть, молитвам. Получается, получила ответы на множество вопросов. Ой, благодарю, друзья мои. Ну что ж, приглашаю Татьяну Викторовну на телегину, сейчас она вам расскажет еще раз, где можно скачать ваши сертификаты, они уже готовятся, наверное, уже готовы. Да, и многие, я надеюсь, после этого начнут более активно изучать эту методику или частично будут использовать при возможности более объемное, чтобы порекомендовали почитать по данной методике. Вы знаете, книг огромное количество, есть книги, которые сама Мария Монтессори написала, есть книги, которые написали уже ее ученики более позднее время, и сейчас достаточно займите в книжном магазине Мария Монтессори, и уже выбирайте огромное количество, читайте анонсации, полистайте и послушайте сердцем, потому что главный принцип развития интуиции научиться слушать себя. Вот вы, если приступите к выбору книги именно таким образом, то у вас все точно получится. Екатерина Александровна, спасибо огромное, изменила свое мнение о многом, а можно узнать конкретно о чем многом, и конкретно о чем у вас изменилось мнение, это очень интересно. Скоро сейчас Юлия Викторовна, Татьяна Викторовна представят вам ссылочки, мы сейчас пригласим ее, готовятся ссылки на ваши сертификаты, сертификаты и они появятся. Вот поэтому и спрашиваю по какой методике. Слушайте сердцем, когда вы выбираете какую-то книгу, какие-то вещи, очень интересно о духовности, да, вот письма Махатмата, о которых говорили Рерихи. Вот эти самые Махатмы и помогали Марии Монте-Сори создавать. И смотрите, почему весь мой сегодня слайд был фиолетовых тонах. Считается, что фиолетовый цвет играет очищающую, трансформирующую роль. Она любую отрицательную мысль, энергию превращает в положительную, потому что вы встретите различные оттенки фиолетового у многих педагогов Монте-Сори, в комнатах они используют, потому что этот цвет имеет вот такое значение. Оно трансформирует любую отрицательную энергию в положительную. отрицательную 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 Продолжение следует...